За неделю больше 500 выездов, из них около 200, завершились госпитализацией пациентов. Причина – коронавирусная инфекция. Нагрузка на скорую помощь колоссальная, однако количество бригад удалось увеличить. На сегодняшний день работает 30 бригад днём и 32 бригады в ночь, в том числе, как и было прежде, 14 психологических бригад. Госпитализация из-за коронавируса в Одинцовском округе высокая. Так, за минувшую неделю в стационары поступили 1082 человека, а были выписаны 915. Продолжают лечение – 1766. Дефицит коечных мест в муниципалитете нет, но лучше не доводить дело до стационара. Для этого специалисты советуют обращаться к врачу при появлении первых признаков заболевания, а не дожидаться ухудшения состояния. Вызывать лучше не скорую, а не отложную помощь из поликлиники. Можно спокойно лечиться дома, потому что мы выдаём всем лекарства бесплатно для лечения. Скорая помощь работает в жёстком графике, поэтому тех, кто вынужден ждать бригаду, медики консультируют по телефону. Мы обзваниваем те вызова, которые находятся в ожидании. Во-первых, это уже мы видим состояние пациентов, когда осуществляют звонки и видим, как разговаривает человек, кому нужнее, быстрее помощь нужна. И второй момент – тем самым люди понимают, что они не оставлены, не брошены и оказывают консультацию и говорят, что необходимо сделать до приезда к ребятам. Каждая жалоба на работу скорой помощи разбирается отдельно. Также идёт проверка заявлений бывшей пациентки 45-й больницы. Женщина, проходившая там лечение от коронавируса, заявила, что её избил заведующее отделение. Впрочем, в ответ доктор также написал заявление в правоохранительные органы. На время проведения проверки мужчина отстранён от исполнения служебных обязанностей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.